Добрый день, друзья! С вами Любовь и мой канал Next Station. И следующей станцией у нас сегодня с вами будет обзор в Леруа хвойников. И я сегодня попала в реально сказочный лес. И меня очень порадовал. Посадочный материал. Великолепные качества, все зеленые, ничего не высохшие. Ну, в общем, приятного вам просмотра. Сейчас прохожу мимо хвойников, мимо туи, кипарисовиков. Нравится мне постоянство цвета, нравятся мне эти южные растения. Вот, посмотрите, хвоя не желтая, не высохшая, очень яркая. Ну, а сейчас давайте посмотрим цены. Сосна горная. Путь милио. 550 рублей. Уже с такими шишечками. Вот такими вот нежненькими шишечками. Две с половиной тысячи рублей. Ель колючая. Супер блю. Две с половиной тысячи рублей. Голубая ель. Ель колючая. Хупси. У кого еще нет сосны? Сосна черная. 550 рублей. Еще одна ель. Глаука. 2700 рублей. 2700 рублей. Это мы распоряжаться дачей. 530 рублей. Ель сербская. Корелла. 430 рублей. Туя-барабант. Кстати, в очень хорошем состоянии. Я уже говорила в прошлых видео своих. Если вы будете почаще подкармливать туя или божевельник, то они на вас очень быстро порадуют своим пышными формами и ростом. 450 рублей. Туя-барабант. 450 рублей. Туя-барабант. Туя-барабант. Туя-даника. Я не очень разбираюсь в названиях, но я знаю, что туя-барабант вроде быстро растет. Все остальное можно посмотреть в интернете, как быстро они растут. 480 рублей. Туя-тедди. Вот такой вот шарик, который порадует вас. На участке. 380 рублей. Можевельник. Майерия. Сейчас я поближе покажу вам. Очень нежный, голубоватый, зеленый цвет. 2200 рублей. Стоит пихта бальзамическая. Пихты у меня еще нет. 600 рублей. Пихта корейская. Полторы тысячи рублей стоит туя-смарагд. Вообще, мне нравится туя-конической формы, как кипарис. 430 рублей стоит туя чуть пониже, 50 сантиметров. В принципе, это очень хорошая цена для такого посадочного материала. Нравится мне туя и можжевельники на участке. Всегда зелено. Всегда у вас лето, даже зимой. Повторюсь, туя-смарагд 430 рублей. Высота 50. Здесь даже 70 сантиметров. 528 рублей. Тоже туя-смарагд. Уже выше. До 80 сантиметров. Знаете, здесь даже в голубизну отдает. А вот и можжевельник. Блю цвет. 472 рубля. По-моему, я уже где-то показывала, да? Посмотрите, какие голубые иголочки. Не зря называются. Блю цвет. 354 рубля. Можжевельник медиаголд. В принципе, в хорошем состоянии все. Не загублено. Это очень радует. В отличие от Ашана. Можжевельник Чин Стрикта. 655 рублей. Необычный запах. Необычно красиво. Поверьте, здесь отсюда вообще не хочется уходить. 600 рублей. 600 рублей стоит можжевельник Репанда. 2 тысячи рублей. Ёль. Ель. 1,5 метра. Колючая Глаука. Чуть подороже. 650 рублей. Можжевельник Чин Стрикта. 580 рублей. То есть западная Рейнголд. Ну, такая зелень уже нежная. Нежно-зеленая в желтизну. На любителя. 500... 600 рублей. 600 рублей. То есть западная Холмструп. Нашел, ты не еди быстро. Ну, а что? Ты упаду, чуть не окачаешься. 3 тысячи рублей. То есть Маргарт. Высота полтора метра. 1100 рублей стоит ель обыкновенная. Литтл Гем. Я стою, честно говорю, в восторге. Не только от запаха, но и от нежных приростков вот такой ели. Ну, и точно понимаю, что нужно приезжать сюда на машине вот за такой елью. 600 рублей стоит можжевельник Чешуйчатый. Холгер. Я всегда считала, что это горизонтальный можжевельник. Но мне так казалось. Я не специалист. 570 рублей. Тис средний Хикси. Вот он он. 500 рублей стоит ель Дейзис Уайт. Необыкновенный красивый. 380 рублей. Можжевельник Мэри. 250 рублей стоит пихта Нормандская. Пихта Голубая. 520 рублей. Можжевельник средний. Минт Джулия. А на этом сегодня все. Вот такой маленький мини-обзор хвойников Леруа Мерлен Мэтища в павильоне на Милице. Спасибо вам за просмотр. С вами Любовь. Субтитры подогнал «Симон»! Лneo на тень. Марк. Продолжение следует...